всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами поработаем с нашими с нами у нас с вами будет три позиция и мы попробуем разобраться с тем что же означают наши сны то что вы увидели и так три позиции сначала я выкладываю позиции потом расскажу суть расклада значит 1 2 3 зелененький красненький голубенький камешек пока я расскажу вас есть время выбрать что почему мы сегодня скорее всего нет почему я выбрала эту тему потому что я сама увидел один сон и мне захотелось разобраться в нем сон был как он там называется пророческий я часто вижу сны я работаю со снами вот если вы хотите работать самостоятельно без просмотров раскладов в разделе сообщества в последнем моем посте где я рассказывала про игру сам себе таролог примерно по такому же формату вы можете разбирать и свои сны но все же сегодня мы с вами рассмотрим расклад он взятый из книги известного американского таролога саши грехом и мы посмотрим с вами о чем же был ваш сон первый вопрос в раскладе всегда не всегда а будет звучать следующим образом главная тема сна я вам рекомендую посмотреть если вам не созвучно будет эта тема то вы этот расклад не смотрите то есть этот расклад он нести не из той категории самопознание да когда что-то вы для себя берете даты как-то вот увидите себя изучается то есть это не тот формат здесь вот прям точечно слушаете если тематика созвучно да если это действительно ваш сон и вы это понимаете тогда смотрите если нет то нет работать будем на колоде таро шаманов не прекрасная такая очень мягкая энергия прям работа с элементарными я ее чувствую и возможно на двух маккартах колодах первое это про тебя метафора женской идентичности вы видите в зеркальном отражении потому что у меня телефон так показывает вот и вторая колода метафорическая это все о нем метафора мужской идентичности так вот она выглядит скорее всего вот одну может быть и обе колоды посмотрим мне важны картинки мне важны образы потому что все-таки здесь не не стоит суть разобраться головой да скорее прочитать информацию с тонкого плана так коробочки я отложу беру надеюсь вам достаточно было времени мы отодвигаем вот эти две позиции и приступаем с к позиции номер один зелененький камешек и так главная тема вашего сна о чем о чем был ваш сон повествование вашего сна здесь вопрос выбора видели картинки связано непосредственно с каким-то передвижением с дорогами с дорогами выбор то образы такие достаточно расплывчатые ну то есть есть конкретная какая-то фигура даже несколько фигур до кто был задействован в этом сне но все остальное на какой-то такой достаточно расплывчатый но не совсем четкая картинка речь шла о том что здесь карты говорят о выборе да о том что необходимо прям сфокусироваться и определиться сделать выбор до между вашим прошлым и вашим нынешним то есть куда вам двигаться это то что говорят карты но то что вижу я это было связано скорее всего с отображением вашего продвижения по жизни то есть вам показали какой-то этап вашей жизни очень было много действий которых вы совершали во сне да есть то есть такое ощущение не просто вы сидели где-то что-то там смотрели нет а было вот какое-то движение мне показывает либо вы совершали какие-то действия взаимодействовали каким-то образом с людьми до выбор как-то сюжет был основан на выборе на выборе дальнейшего пути возможно вас что-то не удовлетворяло так вы как главный герой видели что что-то вам не нравилось возможно нужно было что-то преодолевает то есть идти через какую-то местность где все высохло знаете вот как после пожара что-то такое здесь ваше движение вышли почему-то босиком да я вижу вышли может быть видели только ноги и не видели себя полностью да но вот вы видели землю достаточно сухой то есть не плодородную либо поверхность какая-то вот она земляная каменная там не было асфальта сюжет покажите мне я хочу увидеть сюжет этого сна то ли вы были в какой-то местности достаточно такое вот иллюзорный до в стиле фэнтези где что-то какие-то формы присутствовали но опять-таки нет какой-то конкретики что вы делали там здесь кто-то видел что он просто сидел как-то вот смотрел куда-то вдаль а кто-то двигался да кто-то двигался какой-то знаете вот процесс обучения то есть у вас ощущение было во сне что как будто бы вот вы знаете вот может быть кто-то в школе экзамен какой-то давал вспоминал школу да вот этот вот момент обучения то ли вам куда-то надо было пойти где есть какие-то люди да вот вам нужно было ощущение что вам нужно было поговорить что возможно решить какой-то вопрос может быть вы бы находились в какой-то толпе очень много людей до скоплений вот вы там что-то делали то есть какое-то взаимодействие было с людьми но общая суть если как-то можно назвать одним словом это описание вашего данного этапа вот то что вы проживаете сейчас то что для вас важно здесь скорее всего вы находитесь каком-то перекрестке то есть либо вам нужно принять какое-то решение да это непосредственно связано с тем чтобы оставить как-то прошлое позади и пойти в новое то есть вы не выбираете какое новое а вы здесь выбор между прошлым и будущем то есть что остаться там где я есть и меня это уже не устраивает да и вроде бы и будущее тоже как-то она не очень-то какой-то знаете вот переходный этап до не случайно я скажу что вы идете как будто вот по такой высохшей местности земляной да как иногда но это не пустыня а земля как как будто бы вот она шелушится да вот эти вот разрезы ну не хватает воды не хватает знаете такой пустошь какой-то вот этап который нужно пройти и вот он может выражаться по-разному вашем сне но однозначно какие-то серые такие тона были и ну может быть туман да кто-то проходил в дымке но здесь вот именно такое знаете вот все пустое не 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 яркое не цветное а вот все такое в серо коричневых черных тонах да то есть вам показываешь какой-то вот этап надо пройти может быть что-то черно-белое было такое на однозначно не ярко не цветное хорошо какие чувства у вас вызвал ваш сон знаете такое ощущение что как будто бы была информация о том здесь даже не чувство а информация о том что перед вами открываются какие-то возможности да то есть возможно а если вы сами проанализировали свой сон у вас возникло вот это вот ощущение что открывается какая-то вот возможности я зря переживаю по этому поводу то есть ощущение того что все будет хорошо сон может быть был неприятным но вот этого знаете послевкусие того что все будет хорошо да ну то есть это просто этап и потом будет все хорошо вы знаете вот какая-то вот надежда что ли вера в то что что-то будет наилучшим образом и вы знаете вы даже этот сон могли и забыть вот здесь вот ну то есть проснулись и сон то сам сюжет не помните а вот здесь вот какое-то вот ощущение какое-то того что что-то мне не очень понравилось вот какой-то узнаете не удовлетворение но это как-то вот волнение что ли переживание может быть кто-то проснулся знаете вот с таким ощущением что бежали до куда-то бежали от чего-то бежали до либо чего-то прятались тоже такое ощущение может быть но здесь вот как вот прям понимаете шанс что вот вам дается шанс на что-то лучшее и вот просто то что вы переживали вот эти вот волнения сомнения они непосредственно связаны с головой да что вот ну они не имеют почву под собой то есть здесь как будто бы ощущение каких-то переживаний волнений вот как-то такие чувства до вызвал сон у вас а может быть желание забыть дать такое вот ощущение еще у кого-то может быть да что вот я выдохнула слава богу что я проснулся что это был сон это не было кошмаром но вот вы здесь вот какие-то знаете волнения ощущение волнения переживания какое-то да здесь не было страха а вот именно я же говорю вот это вот надо преодолеть надо что-то сделать вот здесь вот какие-то такие да какая-то вот прям вот туманность и неудовлетворенность я бы так сказала почему он их вызвал вот эти вот чувства да потому что здесь речь шла каком-то движение движение но не просто движение а вот движение с каким-то преодолением да и включая ваше сознание да вот это вам как-то напомнило что то ли вы отвлекаетесь от чего-то да и вот может быть здесь идет напоминание такого состояния когда вы не можете расслабиться знаете вот есть какие-то незавершенные дела и вы понимаете что вам нужно сделать их а вы очень устали и вот вроде бы вы не можете лечь и отдохнуть потому что есть вот это вот ощущение незавершенности и хочется завершить а сил нету и вот вот эта вот вся ситуация вам вот это вот как-то напомнило да то есть какая-то вот незавершенность и поэтому волнение вы здесь действительно находитесь вот даже вашей же реальной жизни на каком-то этапе когда вот либо подчищаете что-то это конец либо что-то вы завершаете какой-то вот такой вот этап когда надо вот поставить последнюю точку да ну то есть все идет так как должно идти но просто какие-то волнения вот знаете как сбора перед полетом допустим там в отпуск либо еще куда-то да вот я все взял и документы взяли билеты взяли то есть ничего не забыли зарядку вот вот как-то вот такое вам этот сон он напомнил вот это вот состояние до которое вы проживали в реальной жизни поэтому вот эти вот волнения были почему сон до сих пор задерживается в вашем сознании при условии того что но если вы смотрите да то конечно же вы помню думаете об этом сне вот но мне хочется все-таки спросить потому что здесь было ощущение что я не помню сам сон но я помню вот эту вот суть ощущение какие-то вот эмоции чувства почему этот сон до сих пор вашем подсознании потому что вы четко ощущаете что это был какой-то урок то есть здесь вот ощущение того что этот сон несет какие-то знаки для меня я их может быть не понимаю но вот здесь вот ощущение именно того что либо как то вот какая-то помощь во сне и что-то вот я должен должна понять в этом сне до как урок то есть ощущение того что там очень важное какое-то сообщение было для меня которое поможет мне либо наоборот какой-то вы знаете может быть видели кого-то из своих родных либо близких человек людей которые умерли и вот вот это вот знаете ощущение что как будто бы я в памяти держу этого человека то есть ну вот воспоминания потому что он умерший а а вот это вот как будто бы помогает вам жить ну то есть уже как она вам передать это состояние когда у меня есть ощущение что это человек живой да что он рядом то есть вот как-то вот этот образ да он помогает вам ощутить что этот человек не ушел из физического мира почему-то для вас очень важный до какой-то значимый здесь был какой-то посыл а вот какой смысл несет ваш сон в себе давайте посмотрим да здесь будет очень много вариантов да я озвучу некоторые из них один вариант который говорит о том что вы находитесь каких-то жестких рамках и границах и вам нужно пересмотреть либо научиться выстраивать эти границы либо расширить свои границы то есть здесь достаточно такое жесткое вот это вот то что это те кто видел вот эту вот землю сухую показать от того что вам не хватает какой-то радости вам не хватает каких-то эмоций переживаний до приятных вам не хватает наполненности да может быть слишком вашей жизни сейчас такой этап ответственный и вы достаточно серьезно ко всему подходите возможно где-то какая-то усталость но на уровне именно интеллекта и не хватает каких-то радости да не хватает какого-то разнообразие может быть себе запрещаете много чего и не разрешаете вот здесь один такой момент второй момент может быть что-то такое ответственное в контексте того там я не знаю может быть надо сдать какой-то проект а может быть что-то нужно сделать есть какая-то работа которой нужно завершить то есть вы ее не доделали то есть не передали тому человеку допустим своему начальству а либо какой-то отчет и вот здесь вот есть вот это вот ощущение что незавершенности да я я переживаю по этому плану по этому поводу с другой стороны здесь смысл может быть то есть одной стороны ответственность другой стороны рамки границы на 3 здесь речь идет о том что может быть кто-то из вас хочет ступить в семейные ну вот выстроить семейные взаимоотношения потому что выпадает император императрица прям вот пара да кто-то может быть думает о какой-то вот партности да именно серьезных каких-то отношений здесь также речь может быть непосредственно вам показали этап вашего развития это вот то что я говорил есть ощущение такого кое-что здесь вот прям несколько несколько категорий людей до каждый кто смотрит из вас то здесь ни одна история не сюжетная развитие показали кто-то здесь может быть прямо совсем малое количество людей да кто потерял женщин кто потерял своих детей прямо совсем малое количество вот прям вот какое-то вот сожалению огорчение по по этому поводу то есть детско-родительские какие-то это за отношения с детьми здесь тоже про это может быть может быть у кого-то из вас если период но и вы хотите иметь детей прямо вот очень-очень ярко проигрывается ваше переживание по этому поводу что у меня нету детей время идет а мне нету детей то есть вот этого тоже может быть смысл но однозначно здесь какие-то этапы до касательно вашей жизни то здесь мы посмотрим там есть вопрос касательно пророчества но суть заключается в том что больше ситуативный этот был сон нежели какой-то вот информативный да что вам нужно сделать больше описание вашего нынешнего положения какие практические действия необходимо предпринять в ответ на сообщение сна ну вот здесь во-первых может быть с кем-то вам нужно поговорить с человеком которым вы находитесь ссоре если с кем-то вы находитесь конфликте а в ссоре вот вот это для тех у кого есть ощущение некой такой незавершенности здесь может быть это и в личных взаимоотношениях с кем-то поссорились да с кем-то поругались не обязательно это мужчина это может быть мама или какой-то родственник и вот и здесь вот прям такая необходимость поговорить с этим человеком и вот как-то знаете что ваша душа успокоилась вот здесь вот про это это один момент второй момент здесь не хватает какого-то знаете момента чтобы вы обратили внимание на себя на то что вам не хватает вашей душе да вот какого-то вот удовольствие наслаждение именно достаточно такое эгоистичное направленное на себя то есть возможно очень много на внешний мир направлены вам говорят развития не развития своей души а развитие на покрытие своих каких-то потребностей то есть как-то вот удовлетворить себя вот здесь вот что-то сделать для себя ваша душа просит что-то сделать для себя да вот здесь знаете может быть исцеление если вы болеете обратите внимание здесь может как-то вы знаете не хватает какого-то внимания любви эмоций каких-то касаний объятий может быть да ну вот однозначно не хватает вот чем-то ваша душа должна успокоиться у каждого своя история поэтому я не могу конкретно сказать да что здесь вот но здесь ощущение того что это какое-то вот беспокойство на душе и вы можете что-то сделать чтобы вот то что просит как будто бы ваша душа вы это знаете каждый из вас что это может быть да что вот как будто бы исцелиться вот прям необходимо вот это вот некое исцеление исцеление от каких-то искушений исцеление от каких-то привязок может быть если это профессиональная сфера да как-то вот подавляет здесь вопрос власти до давления на вас суть заключается в том что вы должны что-то сделать чтобы ощутить себя свободным чтобы не было вот этого вот давления либо вы сами на себя давите либо внешний мир как-то давит на вас да и вот вы чувствуете вот этот вот гнет здесь вот общий сценариум краски про это говорит высвободиться до исцелиться переродиться отделиться от чего-то до разрезать какие-то может быть узы вот что-то здесь про это вот если вы можете что-то сделать из того что я перечислила это будет достаточно если что-то в материальном мире что я могу получить в результате этого сна есть есть это знаете даже не что-то такое вот конкретное а видимо это какие-то ваши планы достать звездочку с неба то есть это каким-то образом либо что-то что вас приблизит к реализации ваших желаний либо то что реализует ваши какие-то желания надежды либо как будто бы оправдаются ваши надежды на что-то вот кого-то во исполнении вашего желания вы можете получить да какие-то вот материальные блага вы здесь хотите то о чем давно хотите мечтаете но вам это кажется вообще нереально кажется так тяжело и как будто бы невозможно нужно преодолеть какие-то вот моменты вот здесь вот про это это вы можете получить хорошо если во сне что-то пророческое вот тот вопрос которым я говорила ранее если что-то пророческое здесь даже не про пророчество я бы могла сказать а аркан звезды все-таки говорит наверное больше про посыл вашей души что вот необходимо просто не как-то вот расслабиться да либо знаете больше как поддержка идет вашей души что в том что вы движетесь правильном направлении если вы преодолеете вот то что у вас есть то есть как будто бы вам говорят это какой-то этап его нужно пережить и просто двигаться дальше здесь идет какой-то вот информация как подкрепление правильности вашего направления это один момент второй момент чтобы вы не переставали верить и третий момент что здесь знаете не то что это пророческое какое-то это вот именно состояние вашей души да а то есть вам показали и если что-то вот в того что вам показали вам не понравилось то есть вам с этой целью показали чтобы вы смогли что-то изменить здесь как будто бы вам нужно наладить коммуникацию с другими людьми да вот как-то вот коммуникацию с внешним миром нету вот здесь может быть я же не случайно здесь была какая-то ссора что-то такое я вижу то есть взаимодействие между вами и другими людьми да я им вот здесь вот ощущение того что просто вы не уверены да здесь информация о том что вы не уверены правильным путем ли вы двигаетесь туда ли вы идете да здесь просто вопрос неуверенности но карта показывает что вы правильно двигаетесь у вас есть и знания у вас есть опыт просто вы вам нужно продолжать двигаться до вам нужно как-то знаете вот этот вот внутренний зов который у вас есть до идти который выражается через какие-то ваши желания вот идите за своими желаниями здесь даже ну не про пророчество вот какая-то вот какой-то такой вот совет вот такая у нас была с вами первая позиция я жду ваших комментариев да что вы здесь кому отозвалась что именно какая часть отозвала здесь ощущение того что здесь было прямо вот как минимум 45 сценариев и мы с вами переходим к позиции номер два красному камешку главная тема вашего сна здесь ощущение того какого-то знаете вашего любования во сне да то ли вы как будто бы в зеркало что ли смотрели и прям вот вам нравилось да вот то что вот вы видели вам это вот прям очень нравилось здесь вот прям ощущение такое знаете энергии да что то такое вот огненное страстное было да может быть какие-то сексуальные влечения были но вот здесь во сне было много огня много каких-то вот страстей и вот это вот вот прям вам очень очень нравилось здесь сюжет того что мне хорошо и так как я есть сейчас да то есть мне и одно и типа хорошо меня все это удовлетворяет здесь вот про это не желание взаимодействовать как-то с другими людьми может быть ваш сон был связан каким-то образом с вашей семьей да с детьми вы видели как вот вы время проводили но то есть здесь ощущение того что есть некое пространство ваша как в котором вы вот получаете удовольствие до наслаждения но при этом в это пространство никого не впускаете то есть суть была а вы на первом плане да здесь как будто бы вы вот именно сохранение себя это может выражаться по-разному да это я стараюсь описать суть они сам сюжет картинки вашего сна то есть сохранение того что я уже как-то приобрел то что я уже накопил то что уже мое и вот здесь вот про как-то вот про внутренний мир да то есть вот он мне настолько нравится мне настолько вот вот хорошо что я не хочу ну как-то не делиться с кем-то да не впускать свое пространство никого не как-то не терять и не взаимодействовать и это может быть абсолютно по-разному изображено в ваших снах да кто-то может там не знаю видеть действительно какой-то круг очертания да и как будто бы вот он не может здесь как я вижу как будто знаете колючек какая-то вот проволока вокруг вас да и вы либо клетка какая-то вот вы не можете выйти из этого то есть все что метафорически у нас говорит о каких-то рамках да но вы при этом находитесь в этом и вам нравится ну вот ощущение знаете какой-то вот золотой клетки где птичка находится золотой клетки но при этом дверь открыта то есть здесь у вас может быть это было какое-то помещение на в котором есть открытая дверь и там свет но вы почему-то либо не хотите либо не можете выйти может быть здесь кто-то ощущает что вот как-то вот многие не передвигались да я вот тут нахожусь в каком-то таком состоянии выйти не могу может быть кто-то был в каком-то болоте то есть это по-разному может выражаться эти картинки но суть заключалась в том что мне нравится да либо кто-то стоит перед зеркалом и любуется на либо кто-то красит губы вот именно что-то такое а кто-то видел пожар как будто бы дом горел и вы были внутри и вот не могли выйти из этого в общем здесь очень много сюжетов разных не показывает но суть была а об этом какие чувства вызвал у вас сон здесь ощущение того что знаете вот как будто бы кто-то тонет в воде может быть это и кто-то видел его знаете вот ощущение того что вот я барахтался барахтался а всплыть как-то вот не получилось и вот это вы знаете вот отпускание пусть будет так как будет и вот вы как будто бы идете под воду вот не прямо ярко только картинку показывает вы идете под воду вы понимаете в этот момент что ну вот когда кислороз закончится вы утонете да но это вот последние ваши минуты жизни но при этом такое знаете вот как будто бы спокойствие отпускание вот такое вот ощущение вот принятие некой такой безысходности вот именно принятие того что вот что-то завершилось и как будто бы вот вы о чем-то молились что-то просили и ну поняли что но вы уже ничего не можете сделать да вот это вот просто нужно отпустить и пускай она реализуется так как реализуется здесь вот ощущение вот этого до отпускания принятия завершения но это при этом знаете это вот ощущение спокойности здесь идет здесь нету каких-то вот то знаете мук там метаний либо еще что-то нет здесь вот это вот чувство спокойствия знаете здесь может быть кто-то из вас видел что вы идете по какому-то лабиринту и в конце есть вот ну не либо не лабиринт либо какое-то вот помещение да вы идете вы видите что где-то есть свет и вы просто четко внутри вот это знаете ощущение того что я приду туда туда куда мне нужно ну то есть вы не торопитесь здесь вот как-то так про это вот ощущение такое не торопливости размеренности что вот все идет своим череду вот какое-то такое чувство а вызвало с ул почему он вызвал вот такие вот чувства здесь вот именно знаете вот это вот ощущение того что вы уже приложили все усилия вы сделали все что нужно и вот как будто бы полагаетесь на судьбу да вот здесь вот как-то так то есть со своей стороны я сделал абсолютно все что у меня ходила и необходимо было теперь я как будто бы передаю ответственность на высшей силы то есть делайте то что вы хотите да вот здесь вот как-то так как будто бы знать вот осознанное такое понимание пока там что-то будет происходить я буду заниматься своими делами наслаждаться жизнью почему этот сон до сих пор задерживается в вашем сознании потому что он вызвал у вас как раз таки вот этого знаете состояние какое-то такое вот умиротворение как будто бы ну знаете вы когда человек находится в шоке и он так знаете рот открыл и глазками хлопает так и и сказать ничего не может а вот здесь вот у вас как раз таки какое-то вот такое ощущение после этого сна как будто бы знаете вы проснулись и его мне совсем понятно то есть а что это было и и что я должен сделать то есть вы здесь вы знаете как будто бы какая-то тайна да тишина и вам непонятно куда вам дальше двигаться то есть именно вы понимаете что этот сон несет какую-то смысловую для вас нагрузку но вы как будто бы вроде бы немножечко заторможены и не совсем понимаете а куда мне двигаться то есть а что там говорилось то есть там говорилось о каком-то движении что ли как он-то куда-то мне надо пойти вот какое-то такое у вас ощущение как будто бы не все поняли из этого сна вы как будто бы не вот здесь есть понимаете как раз какая-то неясность для вас поэтому вы до сих пор держите а в своем своем сознании вот какая какие-то моменты они не проясненные для вас вот что-то вы в них не поняли они у вас есть в памяти да они постоянно у вас всплывает есть какой-то же но вы не совсем поняли о чем это то есть ясности не хватает да что нужно изменить что нужно разрушить здесь вот про это не хватает ясности до высветить эту ситуацию хорошо какой смысл несет в себе ваш сон знаете здесь смысл касательно именно дальнейшего вашего движения через принятия то ли двойственности то ли какого-то знаете вот что мир разнообразие на что есть очень много вещей и либо людей которые не похожи на вас то есть вот здесь вот вопрос разницы да он очень хорошо показан и вот именно умение взаимодействовать с разными людьми с разными ситуациями если вы общаетесь как-то с людьми где есть разница возрасте до либо в культуре вот суть здесь заключается в том что сюжет сна говорил о том что вам хорошо внутри себя да так таким и вы себя принимаете таким каким вы есть но мир разнообразен и вы как будто бы вот вот настолько ваш внутренний стержень такой укоренил и что он не вписывается по вашему мнению да вот в это разнообразие ну вам некомфортно и поэтому вы как будто бы закрываетесь внутри себя и здесь смысл заключался в том что а в этом мире все уместно и вам нужно найти это место то есть понять не поменять себя не изменить а именно принять что вот ваше место да в этом мире и и в итоге вы являетесь а она имеет место быть вот как-то здесь вот не про то чтобы поменять а про принятие того что что-то другое есть в этой жизни да не похожие на вас уметь с ним взаимодействовать вот здесь вот как-то про это про дальнейшее движение как вам дальнейшем двигаться да вот как будто бы соединяя либо в себе вот эти две противоположные силы да и вот к соединению внутри себя вы сможете как будто бы вот соединить себя с этим миром то есть не быть каким-то отшельником до уединения когда мне хорошо комфортно мне дискомфортно при этом с людьми когда они врываются моего пространства вы здесь кстати пожара вот про это был да кто-то если видел пожар вырывается прям там из окна что-то такое здесь вот про это то есть эмоции столько скопились что хочется поговорить с другим человеком по взаимодействию с другими людьми но я не могу потому что я не могу найти общий язык да вот здесь вот про это то есть я не могу коммуницировать разговаривать на одном языке то есть меня не понимают здесь вопрос непонимания до связаны с тем что я не знаю как мне взаимодействовать общаться с другими людьми вот этот смысл несет ваш сон а то есть вот опять-таки приходит то что вот ну мне так хорошо да здесь то ли вы какой-то этап исцеления проходите ли я не знаю восстановление себя что может быть в дальнейшем как-то будет вот эти вот волнения переживания то есть когда я исцелю себя как я снова смогу двигаться дальше ну то есть допустим пример а вопрос доверия да то есть меня как-то обижали придавали вот не очень хорошо со мной поступили как дальше я могу поверить людям да то есть как дальше с ними взаимодействовать да то есть мне так хорошо одной что я уже настолько отдалилась от них уединился закрыл себе что мне уже сложно выйти и как-то общаться с другими людьми на снова восстанавливать вот этот вот контакт и им заново доверять здесь вот про это речь какие практические действия необходимо предпринять в ответ на сообщение этого сна то есть что вам конкретно нужно сделать во-первых разморозить свое сердце на свое сердце и каким образом то есть перестать накручивать себя да вот здесь вот голове как раз таки король мечей в этой колоде очень интересно и таро шаманов изображен посмотрите на эту карту очень внимательно то есть здесь есть некий мужчина до лучник а и есть две половинки до земли участка земли которые разорваны и есть люди по две стороны то есть здесь речь идет о том что вот этот вот лучник до шаман который выпускает свою звезду свою 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 свой лук стрелу для того чтобы развеять вот эти тучи да то есть то что заставляет вас вот грустить как-то до расстраиваться переживать то есть здесь вот эти вот мысли надо убрать для того чтобы внутри себя как-то примириться то есть нужно перестать как-то накручивать себя думать о плохом до постараться позаботиться о своем настроении то есть отследить какие ваши мысли включает ваше вот это не очень приятное настроение периодически когда вы как следствие этого этих мыслей до начинаете возвращаться в прошлое тогда когда вам сделали больно и ваше сердце замерзла да то есть да то есть нужно как-то вот больше вам огня не случайно те кто видел огонь да вот именно пожар это как раз ки про это был сон что вот вам не хватает вот этих эмоций не хватает этого движения то есть выйти из своего внутреннего мира и пойти во внешне то есть как будто бы завоевать внешний мир до двигаться здесь не хватает движения мы слишком замкнуты вы слишком закрыты а если что-то в материальном мире что я могу получить в результате этого сна помощь на вот знаете вот как будто бы помощь самому себе да кто-то может кто-то может вам помочь если вы обратитесь за помощью вот с какой целью знаете как то вот очень трудно вам здесь приходится с какими-то вашими обязанностями здесь хочется сказать как-то вот делегировать ваши обязанности да либо чтобы вас разгрузили как-то каким-то образом то есть чтобы вам вот помогли вам вам стало легче вот здесь очень много груза я вижу очень много ответственности очень много дел и хочется как-то помощи не то чтобы отдохнуть а вот какой-то помощи вам не хватает что еще вы можете получить в результате этого сна знаете как то вот если поработаете со своими мыслями понаблюдаете да за мыслями за своими эмоциями ну вот сделать очень глубокий анализ себя то вы как раз таки сможете проработать то что вот в этот сон несет общий смысл да а вот именно разделение то есть понимание своей уникальности не в контексте эгоцентризма все вращается вокруг меня а в понимание того что я как я могу вписаться в этот мир да как я могу вписаться в общество то есть если вы поработаете над этим не на разделение что есть плохие люди да и хорошие это может для кого-то если важно отношения да вы сможете это проработать через свои зависимые отношения почему вы выбираете прохив плохих парней почему вы как-то знаете вот именно любовь к себе ну то есть выражать не умеете скорее всего выражать ее да то есть мы не знаете себя настолько хорошо и поэтому вы как будто бы выбираете как вы наказание плохих парней чтобы они вам показали насколько вы плохой человек то есть вот если вы хотите здесь две категории помощи да кто-то вот именно профессиональную сферу может быть семейную а кто-то вот если личные взаимоотношения через именно вот те зависимые отношения но не не как попало а именно почему вы выбираете конкретный типаж мужчин плохих парней и вот прям очень четко карты здесь показали мне вот эту вот картинку почему вы их выбираете на почему вы выбираете потому что вы не удовлетворены собой то здесь с вашей самооценкой то есть у вас все хорошо до тех пор пока вы начинаете взаимодействовать с другими людьми тогда вносится какой-то хаос вашу жизнь и а если вот мы говорим что вы можете сделать поработать то поработать вот с этим то есть надо за что-то зацепиться зацепитесь ваших личных взаимоотношений с понимание почему вы выбираете именно таких партнеров если в этом сне что-то пророческое так давайте посмотрим потому что в первой позиции не было ничего пророческого если ваше здесь что-то пророческое не здесь вам показали карты ваши инстинкты ваши страхи и работа непосредственно с вашим внутренним состоянием да а здесь вопрос самооценки на самооценки в принципе шоу если у кого-то из вас есть сейчас такой период достаточно агрессивный да ну когда вот прям агрессия неудовлетворенность вот это вот прям иногда ярость злость если это всплывает то здесь вот как раз и надо поработать с вашими подавленными эмоциями которые есть здесь карты вот просто сон показывал о вашем внутреннем состоянии то что вы подавляете здесь прям карта огня у меня проходит каких-то ваших внутренних страхов до неумения проявлять себя показать себя рассказать о себе вот именно что-то вы сдерживаете здесь вот вторая позиция была про это жду ваших комментариев до ваших историй а что у вас здесь отыграется насколько вам был понятен анализ вашего сна это была вторая позиция красный камешек мы с вами переходим в позицию номер три и голубому камешку так а главная тема вашего сна потерянность вашей души вы здесь знаете вы как будто бы потеряли ориентиры компас компас и краски хотела записать на днях расклад на эту тему потерянности души ощущение вот такое вы знаете что вот вы как будто бы потерялись вы заблудились то есть здесь может быть знаете вот какой-то кризис да то ли вы видели во сне что вы остались бедным и нищим и вам не чем кормить допустим ваших детей то ли здесь вы видели какую-то вот войну стычку и кто-то вас вытаскивает из поля боя но однозначно либо вы чувствовали ощущали себя каким-то больным и вот невозможность выздороветь либо какая-то вот здесь вот ощущение некой потерянности до потерянности ориентиров и потерянности вот как будто бы своей души да как будто вы потеряли какой-то контакт здесь знаете кто-то может во сне видеть еще больше здесь столько картинок кто-то потерял ключи от машины кто-то потерял здесь вот кого-то машину забрали у кого-то здесь может быть сон связано с тем что как будто бы потеряли очень дорогую вещь для себя вот прям кулон не смею показывает сон какой-то дорогой кулон на цепочке и вот вы то ли его обронили то ли у вас его украли то есть вот здесь вот во сне вы могли видеть разные сюжеты когда вас чего-либо лишают по-разному это может выражаться но вот очень прям такой яркий сон кто-то потерял кулон дорогой либо что-то кто-то сережку ищи да тоже такой сон может быть то есть что-то вы потеряли достаточно дорогое достаточно весомое лишились да кто-то может видеть что вышел на дорогу не помню где а запарковал свою машину ищет машину кто-то здесь идет какой-то просел проселочные дороги как будто бы дорогу потерял и ощущение того что вот блин а куда мне идти то есть я не понимаю да вот ну здесь вот ощущение потери ориентиров это вот общая тема вашего сна какие чувства вызвал ваш сон так интересно то есть сюжет сна говорит о каких-то потерях а чувство вызвал сон что вот то знаете прям такое ощущение я молодец да я победитель интересно прям знаете вот как будто бы я вот выучил что-то какой-то урок да я чему-то научился вот такое какое-то ощущение прям знаете вот я молодец я прям чувствую такое знаете ощущение что кладите себе вот так по кругу я молодец я молодец я молодец вот какое-то вот такое ощущение как будто бы знаете кто-то вот вы пришли каком-то своему учителю наставнику и он вас похвалил здесь утащение того что вас кто-то похвалил погладил вас по головке за то что вы что-то сделали прикольно а у кого-то здесь может быть наоборот противоположное состояние которое мне намного ближе вот в контексте общей тематики да когда знаете вот кому-то как будто бы крылья обрезали знаете вот грустно грустно до ощущение того что узнать вот я как будто бы повзрослел да то есть уже нет не будет такой ситуации когда ну вот как раньше как в детстве не будет какой-то легкости да то здесь вот ощущение того что уже как раньше не будет да то есть но я уже повзрослел я уже вырос надо вот ну уже нельзя как-то вот мечтать уже не нужно быть каким-то таким ну легким поверхностным что ли как ребенок да что уже пора двигаться дальше ощущение того что какой-то вот путь долгие прошли как будто вот прощаясь здесь чем то вот здесь вот ощущение прощения я с чем-то расстаюсь я что-то оставляю вот позади вот какое-то вот такое чувство почему этот сон вызвал такие чувства здесь вот ощущение того что сила ваша внутренняя да либо душа вот у меня знаете такое ощущение как будто вот вы потеряли контакт с какой-то своей силой то ли что-то вы сделали как будто вы перекрыли себе вот знаете вот когда оставляешь как-то дорогого тебе человека но ты понимаешь что так должно быть и вот здесь ощущение того что-то вы расстаетесь чем-то не знаю как будто у вас есть какие-то способности вы сами осознанно себе перекрываете этот канал говоря как будто бы знаете что так будет лучше для всех будет лучше вот здесь ощущение такое как будто бы вы разрываете вот этот вот контакт с собой хочется спросить для чего вы это делаете вот для того чтобы достичь каких-то результатов которые вы хотите то ли вы на время оставляете есть вот знаете вы какое-то ощущение разрыва между вами и чем-то таким очень важным ценам внутри вас но так должно быть во имя тех результатов которые вы хотите получить во имя какого-то признания во имя я не знаю достижение какого-то успеха куда карьерный рост кто-то как-то вот самодостаточности кто-то независимости какой-то здесь не испуг от каких-то ваших возможностей либо способности какого-то дар нет здесь вы это делаете осознанно как будто бы отказываетесь осознанно во имя чего-то я не знаю как это перевести на но иначе рассказать вы мне напишите чего вы там отказались почему сон до сих пор задерживается о вашем сознании почему вот вы до сих пор об этом думаете потому что вы его прокручиваете в своей голове как интересно таки а тут понимаете ли рассказываю вам а мне камера остановилась ладно продолжу с того момента где я говорила просто вы увидите дополнительные карты я говорил о том что вы прокручиваете этот сон в голове потому что здесь вам знаете как-то что-то непонятно вы как будто бы залипли в это состояние и это состояние вот знаете вот какой-то здесь боль я говорила какой-то боли идет речь прям вот чувство того что вот как будто бы вот вас предали и несправедливо с вами обошлись здесь ощущение того что несправедливо да несправедливо вот поэтому вы прокручиваете это сценарий здесь речь идет о какой-то ваши душевные боли душевные раны здесь вот тройка мечей она про то что то что вы хотели в хотели вы это не получили вам это не дали да вот как будто бы пообещали не дали и обошлись не то что вам даже не дали но с вами еще и обошлись не очень хорошо они как-то вот мне несправедливо непро человечески но не должно было так вы да то есть здесь ощущение того что даже если это был какой-то там разрыв в еще что-то можно было как-то по-другому вот здесь вы чувство Вот такой, знаете, идут такие вопросы, да, кто-то из вас задает вопрос, да, за что, да, вот, за что со мной так, да, вот, почему со мной так, за что со мной так. Хорошо, а какой смысл несет в себе ваш сон? Давайте посмотрим. Смотрим, какой смысл. Смысл того, что вы должны, как будто бы, знаете, переродиться из королевы мечей в королеву пендакли, то есть, знаете, как-то вот смягчить ваши вот эти вот мечи, смягчить вашу вот эту вот чрезмерную справедливое желание как-то наказать, желание отомстить, желание защитить себя. Да, да, то есть вот это вот ощущение какого-то такого вот превосходства, да, очень-очень сильной такой справедливости, чувства справедливости, вот оно должно переродиться в королеву пендакли, знаете, вот в человека такого более понимающего, более такого ресурсного, да. То есть, если королева мечей, она опирается на свой ум, на свой интеллект, то королева пендакли – это все-таки архетип человека, который опирается на свои ресурсы, умеет ими управлять и приумножать. То есть здесь вот эта вот потерянность, ну, здесь, во-первых, не хватает какой-то заземленности, да, ощущение того, что вот вы должны уйти из головы в какой-то вот действительно материальный мир, то есть обращать больше внимания на материю, на какие-то действия, вот, может быть, у кого-то здесь и питание поменяется, вы это сможете, ну, то есть здесь вот прям вот опоры, стихии земли вам не хватает на данный момент, и вы это увидите, даже и в питании, может быть, появится желание, да, больше белков, больше мяса, больше морепродуктов, может быть, что-то такое, то есть это прям потянет вас на это, да, на какую-то медлительность, да, на какую-то такую, знаете, стабильность, может быть, захочется вам какой-то опоры, захочется какого-то такого, знаете, вот постоянства во всем, понятности, то есть не будет такого, знаете, летая-витая в облаках, вот, а вот может быть, какое-то у кого-то появится желание, не знаю, дом купить именно на земле, вот какое-то, знаете, вот ощущение у вас будет появляться заземленности, не смысл, и это вот связано с этим этапом, то есть уйти от человека, которого обидели, ранили, и перейти в такого человека более мягкого, понимающего, принимающего, не то, что вы будете принимать какое-то вот такое, знаете, несовершенство и не очень порядочное отношение по отношению к вам, да, а здесь я бы скорее сказала, именно ваше отношение к миру должно измениться, ваше восприятие, то, как вы воспринимаетесь, то есть раньше как будто вот были такие вот все в штыки, ожидания где-то, ну, какой-то несправедливости, да, потому что была боль, вот есть здесь боль какая-то, понимаете, и вот эти вот ваши утраты ориентиров, они как раз с этим про это и говорят, то есть смысл здесь о том, что вот вы потеряли опору, да, почву из-под ног, да, вас лишили чего-то, и вот вам нужно уйти от человека, который думает, все размышляет, да, потому что ему причинили боль, и он все время какой-то такой, осторожностью, да, ко всему подходит, то есть вот как-то достаточно агрессивно, вот вы от этого должны уйти и прийти больше к пониманию, больше как-то вот именно к любви к себе, что ли, ну, заземлиться, здесь вот сон про это говорит. Какие практические действия необходимо предпринять в ответ на сообщение сна? Вот, вот, про это как раз-таки говорится, то есть перестать летать в облаках, у вас есть какие-то действия, которые вы должны совершать на данный момент, а вы занимаетесь какой-то фигней, то есть все время придумываете себе какие-то отмазки, чтобы что-то не делать, то есть вы уходите в иллюзию, вот вам говорят о том, что не нужно летать в облака, не нужно отвлекаться, то есть у вас есть, вы четко чувствуете, что вам нужно сделать, есть какие-то конкретные действия, не нужно ощущать себя жертвой, да, то есть у меня нету силы это сделать, либо я не получается у меня это сделать, либо, я не знаю, у меня нету возможности, вот этого делать не надо, да, то есть есть какая-то конкретная цель, вы знаете, что это, и просто займитесь своим делом, да, не надо отвлекаться на какие-то посторонние вещи, потому что вы здесь как будто бы осознанно убегаете, чтобы не сделать то, что вы должны сделать, а вы знаете, что это такое. какие еще практически на действие необходимо предпринять в ответ на сообщение этого сна прямо-то это вот метафорическая карта мне очень напоминает пятерку педагли которая у нас выпала здесь знаете определиться то есть здесь ощущение того что вот вам нужно определиться что вы выбираете выбирайте нищету и быть каким-то вот бомжом до либо вы преодолеваете себя преодолеваете вот это вот ваше разбитое сердце и идете к своей цели ну то есть здесь ощущение того что выбор за вами вот что вы выберете да у вас есть сил у вас есть возможности это сделать по что вы выберете то ваша жизнь не будет то есть вам надо решиться решительности вам не хватает если что-то в материальном мире что я могу получить в результате этого сна на вы можете получить вы можете получить себя себя настоящего когда прекратите носить на себе разные маски и и эдит идентифицировать себя в разных ролях то есть вот я такая роль я такая роль я вот это должен я вот это должен когда вот вы прекратите это делать и ассоциировать себя с разными ролями да вы поймете кто вы есть то есть когда прекратите носить не свои одежды да тогда вы узнаете себя да здесь такое ощущение как будто бы вы не знаю поможете самому себе вот здесь вот про это если в этом сне что-то пророческая нет я сегодня не было пророческих снов нет пророческого сна здесь нету здесь есть информация о том что вам нужно обнулиться до вам постепенно нужно войти вот вы именно в состоянии каких-то перемен услышать себя да вот здесь вот доверие себе то есть чтобы обрести вам те ориентиры тот компас который вам необходим да вот здесь вот потерянности вот это вот ваши души вам нужно обрести контакт со своей душой я бы так сказала да то есть обрести к обрести контакт с самим собой где-то вы вы потерялись а потерялись потому что вам когда-то сделали больно и вот вы все свои силы стали тратить именно на то чтобы думать об этой ситуации энергию она у вас очень много забирает этим самым вы вам не хватает энергии чтобы двигаться по своему пути чтобы идти в том направлении в котором вам нужно то есть вы очень много сил бросаете ресурсов на то что когда-то вам было больно то ли вам надо исцелиться то ли вы об этом вспоминаете возвращаетесь прошло потом чувствуете себя опустошенным и как результатом то есть расплескивайте энергия вам не хватает на то чтобы прийти к тому чему вы хотите до каким-то своим целям где-то может быть себя жалеете где-то может быть вспоминаете огорчаете сожалеете о чем-то а вам вот это вот не нужно делать да вам нужно он нужно переродиться вам нужно переродиться заново до в доверии к самому себе то есть заново выстраивать канал забирать энергии силы из прошлого и направлять именно на выстраивание взаимоотношения канала самим собой со своей душой научиться заново слышать свою душу на знаете еще такое ощущение что вот вы как будто бы изгой да вас как будто бы никто не принимает они принимают почему потому что они ощущают вашу фейковость что вы как будто бы не настоящий вот вам нужно ощутить вот это вот ну кто вы есть да а при тип опрести полет то есть вон то состояние когда я говорил о том что вам как будто бы обрезают крылья здесь вы эти крылья заново приобретете не вот знаете как будто бы ну пойдете по своему пути и у вас будет все получаться вас будет ваше желание ваши мечты реализовываться вот здесь вот ваш сон был про это так вот такой вот у нас был и расклад и третья позиция я жду ваших историй о чем здесь ваш сон был я благодарю вас всех за внимание за ваши лайки дизлайки за комментарии скором будущем я вот готовлю записать первый расклад для спонсоров достаточно серьезная тема такая но мне кажется что все пройдет замечательно если вы еще не стали спонсором моего канала я вам рекомендую это сделать а я с вами прощаюсь до новых раскладов пока пока